Привет, это я! И я сегодня решила с вами поболтать на тему, тяжело ли снимать видео, вот эти вот мои арт-ложки, не отвлекают ли меня от работы, потому что прилетел на ютубе комментарий, но у ютуба, я не знаю, что за глюк, комментарий виден в ленте этих уведомлений, но когда я захожу, его нету, я не знаю, в чем дело, либо его удалили, либо просто ютуб не хочет показывать, короче, не пойму. Но на самом деле тема очень важная, меня часто об этом спрашивают, поэтому я решила поделиться с вами вот своими мыслями на этот счет и опытом. И сразу скажу, что снимать арт-ложек, какие-то процессы рисования, свои эмоции, то есть я там что-то сделала, показывала, мне вообще не сложно, потому что изначально я для этого и хотела снимать влоги, чтобы самой для себя фиксировать, что я сделала. Это знаете, как какой-то такой перекур, когда ты что-то поделал, и тебе надо вот это вот все как-то оценить, что ты сделал, сделать такую паузу, чтобы вот прочувствовать какой-то блок рабочий, который прошел, и ты приступаешь к следующему. И, конечно же, для меня это еще и мотивация, потому что очень часто бывает, я такая сижу, думаю, блин, я ничего не делаю, господи, какой будет скучный арт-вложек, и тогда я начинаю что-то делать. Вот поэтому мне это вообще абсолютно не сложно, мне это наоборот приносит удовольствие, удовлетворение от работы, поэтому такие процессы у меня уже просто идут на автомате, и всегда, когда что-то такое творческое делаю, или то, что в моей жизни происходит и сказывается на творчестве, я тоже это фиксирую, потому что уже вот правда как вошло в привычку, чему я очень рада. И, опять же, повторюсь, я планировала арт-вложки как раз для этого, то есть все сводится к тому, что если есть определенная мотивация, и вы чувствуете выхлоп от этого, то все будет складываться, и это будет несложно. И выхлоп я действительно чувствую, потому что когда каждый раз монтирую свои арт-влоги, мне становится прям очень приятно, что я вижу, что я сделала, ибо у меня с этим большие проблемы, я делаю, 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 а потом такая, о господи, а что я делала? Я же ничего не делала, но нет, камера не врет, все, что она зафиксировала, то и есть. Следующий вопрос, который я хотела затронуть, это съемка каких-то таких влогов про жизнь, например, там, едешь ты в отпуск, снимаешь что-то, вот это у меня не получается. Видимо, с арт-влогом, с творчеством у меня такая рабочая история, и это уже все на автомате идет, но когда я еду куда-то отдыхать, еду на дачу, я не могу снимать. Я беру камеру, но просто я вот не могу, и я дико завидую тем блогерам, которые какие-то свои жизненные там вот ложечки снимают, у меня так вот не получается. Во-первых, потому что не всегда мне комфортно доставать камеру, это правда не так просто, но я понимаю, что с практикой, конечно же, можно с этим совсем разобраться, и вы легко сможете доставать камеру. Например, как я хожу на выставки, там я, ну, с этим справляюсь, но я хожу не так часто по всяким мероприятиям, поэтому практика редкая, и, видимо, из-за этого не накатывается вот этот вот опыт, вот это вот стеснение не уходит. Но, в принципе, и у меня, опять же, нет такой задачи. Иногда, ну, вот мне прям хочется зафиксировать, например, когда я ходила на парусной регате кататься, на парусной регате, на паруснике, это была не регата, просто по катушке. Вот тогда, да, мне хотелось какие-то красивые фрагменты снять, зафиксировать свои эмоции, и тогда все сложилось. Но вот в таком формате, чтобы каждый день какие-то свои бытовые истории, вот, не получается. Но, если честно, мне очень хочется что-то такое пробовать снимать, и, наверное, вот у меня есть одна мысль, типа, вот один мой день, один день из жизни, как в ЖЖ был. И, наверное, есть такой блог сообщества, куда каждый может публиковать фотоотчет своего дня. Но я так и не дошла до этой истории, и тоже думаю, что надо как-то все распланировать, чтобы было интересно, а может быть и чтобы неинтересно просто вот один свой день. Но вот до сих пор не срастается. И, опять же, мы упираемся в вопрос мотивации, потому что, наверное, мне это не очень интересно, я не особо смотрю какие-то чужие такие влоги, и мне, соответственно, судя по себе, кажется, что такое может быть неинтересно. Поэтому я такое и не снимаю. Но статистика Ютуба, конечно же, говорит обратное, потому что какие-то такие простые видосы, бытовые, что-то житейское, очень пользуются популярностью. Но, опять же, надо всегда упираться в свои желания, то, что вам комфортно и то, что вы хотите делать. Ну, комфортно в хорошем смысле, потому что часто то, что некомфортно, наоборот, тоже стоит прорабатывать. Но у меня пока это не та история, ибо мы тут фокусируемся на творчестве, на рисовашках. Вот, все наговорила, коротенькое такое видео, батарея как раз садится, так что все в тему. Всем спасибо, всем пока!